Так всем, дорогие друзья, с вами вновь Каспер, с вами вновь Старвадер ТВ, и мы продолжаем смотреть очередной день старой серии и матч недели Эмпайр против Альянс. Я сейчас сразу свяжусь со своим коллегой, с Рустамом, естественно, и мы начнем с ним наблюдать. У нас тут написано, что X-Game против нам везет, мы играем, но титры вам врут наглым образом. Вот они, Эмпайр против Альянс. Вот у нас статистика за текущий год. Имперцы сыграли побольше каток, как мы видим, и Винрейт у них даже повыше. Альянс, как вы все понимаете, в последнее время Винрейт очень-очень сильно страдает. Верно? Верно. Привет еще раз. Да, да, здравствуй, Рустам. Ну и вот они составы Эмпайр Резолюшн, Флай, Макс, Сайлент, Соло и Альянс Аки, Адмирал, Бульдог, Лода, Мизери и Чесси. Вроде все полными составами играют. Да, что там? Да, нет, я просто увидел Тинкера ферр спиком от Team Empire, я просто левым глазом наблюдал сегодня, как они против... В общем, против кого-то они сегодня на другом турнире играли, и там Резолюшн на Тинкере, в общем, против Локверка с Байдмейлом. Очень интересно играл. В общем, Тинкер умирал, а Клокверк нет. А, это проблема, да. Это проблема, Резолюшн сегодня так. Я хорошо посмеялся с его игрой. Надеюсь, реабилитируется, потому что Тинкер будет веселой. Он учтет, он учтет ошибки прошлого и будет нормально себя вести в этой игре. Ну и Шейкер у нас появляется, причем вторым пиком Шейкер. Почему вторым пиком и почему Шейкер? До вопроса. А чем тебе есть, не нравится? Ну, потому что, мне кажется, на второй пик он, мягко говоря, не дотягивает. Так, а кто дотягивает? Скай? Ну, даже Скай Расс Мейдж, Шадоу Шаман. Вот эти герои, мне кажется, больше тянут на второй пик, нежели Эрдш Шейкер. Ну, тут, по всей видимости, просто после ЕС, а теперь что-то такое пойдет, с которым ЕС будет неплохо синергитировать. Ну, так в том-то и дело, что, например, с Шадоу Шаманом он очень классно сочетается. А, да, я не про саппортов. Я не про саппортов. Типа, ну, не знаю, какой-нибудь сейчас Керри, типа, у кого? О, ну, чуть-чуть, чуть-чуть. Просто заврасывает Шейкера. Не, на самом деле, под Войду тоже неплохо, на самом деле, ЕС. То есть, вот так вот как-то фиксируют, что Войду аккуратно могут летать, ставить куполочки, там, и так далее. То есть, или продолжать купол, например, станом ЕСа после купола сразу. Ну, такое, такое, я не знаю. Мне, на самом деле, немного непонятно. Обычно стараются брать Шейкера так, чтобы он по второму саппорту хорошо подходил. Это может быть Скаймак, это может быть как раз Шадоу Шаман. С Шадоу Шаманом они вообще идеально сочетаются. Просто издалека залетает Фисурка, подходит в Раста, начинает там хиксовать, сетировать и всё такое. И убивает людей таким образом. Ну, ладно, Шейкер так Шейкер, хрен с ним. Есть Nature's Profit, значит, будут пеньки, значит, Шейкер будет их ослэмить. Уже хорошо, уже плюс. Да, уже, как бы, есть свои плюсы в том, что взяли Шейкера. Ну, и Nature's Profit, естественно, для Адмирал Бульдога. Лода, скорее всего, будет играть на Рейзере. И тут всё понятно. А я просто за европейской... За европейской индивизионной так и не посмотрел в итоге, и не получилось ни одного игрока дня прокомментировать. У них там вместо ИСФОК, кто в миде стал в Чесси? Да, у них Чесси стоит в миде. Ага, я всё, я понял. Всё, окей. Мизери суппортируют. Так, мы видим, убирают Патму. И... Кого же сейчас уберут тут, ребята? Ну, это должен быть, по идее, тоже какой-то суппорт. Или, может, оффлейнеры, какой-нибудь Клакверка сейчас как раз уберут? Резалиша, наверное, сейчас просит убрать Клакверка. От греха подальше. От греха подальше, потому что, не дай бог. А вообще, на самом деле, если такая ситуация, я, значит, с Profit заехал к Alliance, а Адмирал Бульдог у нас любитель, сейчас 3-0 талисмана и Блэйд Мэйлы поехали, то Тинкер имеет все шансы повторить свой успех. Блэйд Мэйл тут, возможно, тоже будет. Ну, пока видим минус Рейс Кинг, и пик сразу же у Тим Эмпайр. Нет Скаймага, нет Шадоу Шамана, и кто же будет играть у нас с Шейкером? Есть Воид в Войдах. Воид, кстати, да, в пуле. Я вообще удивлен, почему Войда до сих пор никто не пикнул. Не, Дум вообще хрен с ним. А вот Войд, это очень сильная заявка. Ну да, на самом деле, тот и тот пик будет очень хорош. Сейчас посмотрим. Ну, Дум тут просто особо пока думить некого, по большому счету. Разор обычно, он, ну, сосалку включил. Да, если он не успел включить, то окей. Если успел включить, то пофиг. Что молнии, что сосалка работают независимо от Дума. Да. На Чирс Профит тоже его особо не подумишь. Это Визедж. Вот, хотел я задать этот вопрос. Будут ли пикать Визеджа для Флая, или не подходит этот товарищ. Как видим, подходит под задумку команды Эмпайр и Альянс. Джакира. Будут ломать вышки. Ооо. Тут я начинаю немножечко гореть сейчас. У меня такой вопрос. Ты предишнс выставлял на этот матч? Компендиями нашим? Нет, компендиями я не оставлял. Я оставлял на Дута Лаунже предишнс. Я понял. Нет, ну, я людям напомню, тем, кто, собственно, доступ к компендиуму имеет, кто билетик покупал на этот сезон Старладера, вот там матч недели, да, Альянс против Эмпайр, и можно было поставить на этот матч различные такие предикшнсы. Предсказания. Да, и, кстати, что там было? Потому что я сам их делал, но я уже не помню. Там, в общем, был на тот, кто поиграет, во-первых. Во-вторых, кто сделает больше всего фрагов. Ну, то есть, какое количество фрагов, которые будут сделаны на большинство. То есть, вот, потом... Первая кровь, когда прольется, собственно. Первый тавр, когда упадет. И что-то еще было. Я, кажется, начинаю уже вспоминать. Я же говорю, я просто сам сидел эти предикшнсы тогда составлял. Вот, вот, вот. Чем я еще хотел дополнить, стало то, что я поставил, что на пятой-восьмой минуте первый тавр упадет. А тут Элайн, кстати, с крови в то Джакиро забирает. Что происходит? Они реально могут очень быстро снести вышечки первые. А учитывая то, что Джакиро нынче такие вот наглые, которые действительно качаются через Макшин и Ликвид Файр. Хотя, хотя нет. Нет, еще раз нет. У Альянс Джакиро последний раз, когда я смотрел, качался через Макшин и Айс Пасс. У него было там что-то 1-3-1 скилл билд. И это мне очень сильно не понравилось, потому что у меня люто горело. Это не заехал, да, в итоге? Я вообще не понимал. Ну, вроде да, он там как-то вяленько играл. Я просто не понимал, зачем вообще это тогда нужно. Потому что там прирост с уровнем 0,4 секунды стана, это в принципе немного. Во-вторых, ты теряешь огромное количество дэмэдж потенциала с Ликвид Файра. Плюс там замедление атак спида, которое тоже не самый последний атрибут. И как бы вот-вот, я реально недопонял немножко логику Аки. Кажется, он тогда играл на Джакира. Ну, естественно, странно на самом деле. Да, кулдаун-то тоже особо не режется там 1 секунду всего лишь. Ну, да-да-да, то есть вот я как раз и недопонял немного этот момент. Поэтому я тогда сидел на стриме, там у меня просто пена изо рта шла. Сегодня посмотрим, может быть что-то изменится. Вич-доктор у Альянс. И это намек на что? На оффлейн Войда. Вот сейчас прям по гайду, знаешь. Если у врага есть Вич-доктор и не хватает оффлейнера, забаньте Войда. На самом деле, еще и Джакиру ведь тоже есть, что самое интересное. То есть они оба подходят под купол Войда. И минус Пугна. Тут испугались, что Тинкеру будет не весело играть в эту игру. Очень сильно испугались вообще того, что просто запушат в хламину. И да, и как раз Тинкер будет очень сильно страдать. Очень любопытно. Ну вот, маг на пике у Альянса, у Альянса, у Эмпайра, чтобы вы понимали, в кого кидать камнями, если что. Так, а тут остался пик для Сайлента, да, так понимаю? Ну для Сайлента, да. В основном ему либо Патма, либо Луна какая-то заезжает. Вот мы видим Вайпер, у нас улетает Бан. Но Луна здесь вообще, мне кажется, не котируется. Пока что. Если, конечно, у имперцев получится закинуть игру, она тут убивает всех и вся в теории. Но... Ну тоже. Не знаю, блин, Луна тут, с одной стороны, неплохая, потому что уже есть Кентавра. То есть она даже за счет своего лоу-рэнджа может быстро сокращать дистанцию. Ну, я имею в виду, несмотря на свой лоу-рэндж. А если дроу-рэнджер? А, вот. Это еще один неплохой вариант, как по мне, потому что Кентавр у команды Эмпайра, значит, до дроу-рэнджер будет сложно добраться. Несмотря на то, что там 4 рейнджевика. Они-то достаточно медленные, как ни крути. Ну и самое главное, что там виседж есть. То есть это очень даже круто может зайти. И, ну там как медленные. Там Разор, в принципе, такой достаточно быстрый, все остальные слоу-поки. Ну вот, думает, думает сейчас маг над тем, кого бы все-таки взять. Думает над думом. Давай дума. Хочу дума. Керри дум. Ну, Сайлент-любитель на нем покатать. Кстати, да. Кстати, почему бы и нет. Тут даже дума можно брать на оффлейн, на самом деле. А в качестве керри брать Кентавра. Идти триплой. То есть такой тоже вариант возможен. Ну вот посмотрим сейчас, как придумает. Потому что 9 секунд остается всего лишь. И там, видимо, как раз между двумя персонажами и думают. Это гирокоптер. Какого черта? Анти-самон гейминг какой-то. Но что-то, видимо, очень жестко пуша боятся или чего-то еще. В общем, не знаю. Какой достаточно интересный пик. Ну, Герыч хороший отпушер на самом-то деле. У него очень мощные обилки. Причем одна из них доступна вот в самом-самом начале. Да, там собираешь ему... Если ты сильно хочешь отпушивать, собираешь ему фейзы и отпушиваешь все вообще. Не глядя. А ИСВЭН. Сегодня Альянс смотрели. Финал, видимо, века этого. Или ВЕЦ, как он там называется. Кстати, вот ты смотри. Видел эту фоточку Артурки, которую он скидывал с бабулесами? Нет. Там просто полный чемодан юаней. Как в кино покажут такой вот кейс открытый. Пачечками лежат. Ладно. Да, с чуаней. Полный чемодан чуаней. Так, ну ладно, друзья. Напоминаю, что с вами в эфире работают адекваты Каспер. И вот, собственно, коэффициенты на этот матч. На Империю коэффициент несколько ниже. 1.55, грубо говоря. И на Альянс 2.25. То есть... Ты, кстати, на кого загрузил там? Я загрузил на Имперцев тоже. Мне показалось, что они тут должны затащить. Но глядя на пик, я сомневаюсь. Очень сильно сомневаюсь. Мне кажется, у Альянс шансы действительно весьма неплохие. Ну что ж, поехали. Команда Альянс. Чесси на Разоре. Все-таки Аки играет на Вичдокторе. Мизери Джакиро. Нет, Мизери на Свене играет. Лода играет на Джакиро. Что? Лол. Нежнащик, да, заехал такой? Саппорт Мизери на Свене. Да! О мой бог. Ну ладно, хрен с ними. Подожди, подожди. Но сегодня вот опять те же самые ЕГ играли, да? Они же тоже со Свена юзали как семи-саппорта, по сути дела. Который в итоге свои шмотки тоже фармливал и убил Витца. Ну, по ПД вроде на нем играл. Нет? Ну, я смотрел сегодняшние катки со Свеном. Две, если быть точным, я успел посмотреть. Остальные у меня времени просто не было. Я и так там две игры с горем пополам как-то краем глаза пытался выглядеть. Да, там была одна катка, когда Свен был суппорт, действительно. И во второй он тоже суппорт был? Или нет? Он был керри уже во второй игре. Вроде бы керри. Вот я точно помню, что саппорт там был на ППД вроде как. Ну вот суппорты Свена я тоже припоминаю. Ну да, у него там были типа артефакты. Он ходил, кидал станы и побеждал людей. Причем люди там были весьма мягенькие. А у Свена еще и Нигма в команде была, если мне память не изменяет. И Свен за Блэк Холл там просто пополамил всех и вся. Вырезашки, вырезашки. Да. А, вспомнил, да. Один раз играл, кажется, ППД, второй раз играл Фир. Но это тоже был какой-то недо Свен. Причем Фир играл не в этот, ну такая, опять же, минутка шмотодрочерства. Не в своем фирменном сете на Свена, который с фри-то-плея. О, это вообще он, конечно, был неправдник. Вообще, да, фейдер. И так не часто Свен заезжает еще к нему. А вот ППД играл как раз в этом сете. То есть я не знаю. Может, Клинтон зажал свой сет одеть. Может, он стесняется, может, ему не нравится. Может, ему действительно не понравилось. Просто вальф-то сделали, он думает, о чем я сет. Мать, что за трешак вообще, пацаны, вы чугунники. Ну, короче, в миде у нас стоит Адмирал Бульдог с елками. Это уже интересно. Сильно. Не, на самом деле, допфарм для резервиш, но сейчас марш в машинце, поехали. А что они, что стесняются? Короче, я не знаю почему, но эти елки, мне кажется, вообще, одним из лучших трендов на Фреона. Они реально топовые. А как же это грибочек, который бегал? Грибочек тоже веселый. Не, грибочки, понятно. Вот эти, которые злобные, маленькие грибочки. Ага, ага. Да, да, да. Понятно. Но вот пеньки, они просто, понимаешь, у него такое лицо каменное. Вот такое чувство, будто он тебя вообще не ощущает, этот пенек. Ну, ладно. Проехали. Сайлент. Я смотрю, у Сайлента идет активный фарм. У него 0,0 и 72 опыта за первую минуту. Вот так как-то, да, это все звучит. В общем, за первую минуту действительно все очень кисло. И мне кажется, что Сайлента тут стоило отправить сейчас вместе с Триплой на оффлейн. Тут вообще ничего не светит этому гирокоптеру, его будут просто убивать по кулдауну. Хотя там, как, есть шейкер, который может вроде отрезать всю эту движуху. Ну, я вот тоже думаю, да, что как-то, наверное, и Эмпайр тоже драться могут. Тут интересно, кстати, кто пойдет, если в размен Трипла против Триплой, кто в итоге победителем останется. Короче, очень мягкий гирокоптер, есть неплохой дэмэдж, потому что два рейнджовика плюс Свен со станом. Окей, есть Ликвид Файр. С другой стороны, если не убить гирокоптера сразу, добивать его особо нечем, потому что остаются только тычки с руки от Вич-Доктора и Джокира. Так, теперь команда Эмпайр. У Империи как раз берст, ну, очень мощный. У них и Рокет Бередж, и Фиссура, и Плевок. Все это может очень быстро снести какой-нибудь соло-таргет. Проблема в том, что тут соло-таргеты жирные. Что Лода, вот сейчас пытались... О, и плохая, плохая Фиссурка от Соло. Да, Алексей, Алексей не доигрывает. Ну так вот, что Свен, что Лода, что... Ну, вот Вич-Доктора можно попытаться снести, но Вич-Доктор пока что с Инвизом возвращается на линию и вот пока не заметит. Вот на ВД можно нападать вообще смело, потому что защищать его практически нечем. Есть один стан у Свена, и все. Потому что если попадет хорошая Фиссуринка в Вич-Доктора, вот сейчас нападают на Сайлента. Вот, то, о чем я и говорил. Закончился дэмэдж, и вот все, Сайлент бегает 400 хп. При этом стан еще Свен свой не выдавал. Ну, при всем при этом, то есть Лайонцы должны свое трепло выигрывать, да? Они пошли в агрессивную линию и так далее, они не могут делать пулы, и действительно нужно убивать сейчас. Они это пытаются делать, но у них ничего не получается вообще. Там Шейкер качественные фиссуры расставляет. Проблема в том, что у Шейкера мана заканчивается. Но тут прилетели, сейчас прилетели, и Адмирал Бульдог тоже может погибнуть. Флайманы нету на плевок, и Сола не догоняет Фреона. Ай, Сола, куда ж ты пошел? Бешком шел. Получай, окаянный, говорит Солыч, и бежит. Беги, беги, Алексей, беги. Ай, царь, тангусик съел, ну как же ты? Не через шифт, не через шифт он нажал, мне все развернулся. Да, ну, боже ты мой. Вот надо было просто бежать, забить болт на этот тангусик, и бежать за угол куда-то, поворачивать, мансить, уходить, уворачивать. Короче, я думаю, поняли люди. Короче, я недоволен. В общем, первая ставка моя не сыграла. Я сказал, что ферзблад будет до второй минуты, а не на четвертой. Кто так делает? Не, ну, в принципе, средние ферзблады как раз вот так примерно и происходят. Ну да, вторая-четвертая минута. Что-то типа того. Ну да. Вот если б Сол тогда фисурку хорошую положил, надо от ХД и закрыл его. Эх, ладно. Так, у нас тут Мизери находит дубль дэмэдж на топе. И его, наверное, даже видели, пока был день. А вот сейчас ночь, и вардов нет. И Мизери заходит в центр, где его с распростертыми объятиями ждет резолюшн. Курьера надо, курьера, первый же Мизери делаю фичку. Резолюшн, приплывали те от резолюшна. Хотя... Нет, в корне. Ой, да ладно! И вот эти вот пеньки. И отлично расконтролил пенька и прилетает дальше у нас Адмирал Бульдог. У Мизери, правда, заканчивается МПшечка. И Роман, Роман Мансер 228, и двоих забирают. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Хорошо. Да ладно. Как же вовремя Честик потянул с легкой линии. Прочувствовал момент и тайминг, и этот плазматил, конечно, зашел просто много. Да, а тем временем на топе должны сейчас нападать имперцы. И они нападают, они забирают вот этого вот мягенького вещдоктора вкусненького. Который непонятно, почему побежал сейчас в сторону противника один. Что он там хотел сделать? Не очень ясно. Он где отдался? Да, реально не ясно, что он там забыл. Ну так вот, у нас 4-2 пока в пользу команды Альянс. И как дела идут у Тинкера? У Тинкера все идет не слишком круто. У него вот бутылка есть на шестой минуте. И нулик. И Адмирал Бульдог с этими нуликами. Пока что, правда, с одним. На бодит бодит у него три нулика, там лейтмейл. Напали на топе на лоду. Ну вот он, вот он тот самый бёрст, про который мы говорили. Рокетберриджем там на пол столба пробивают. Фиссурка. Флай заряжается очень быстро. Со своим плевком. И плевок себя долго ждать не заставляет. То есть там моментально идет плюшенция. Ну да, ну и выходит, что вроде как Империя это три плюсы на топ линии будут выигрывать сейчас. Потому что больше они фрагов делают предназначенно. Единственное, что у Розора снизу там хорошо. Атака от Мизери пошла. На Салента. Приходит еще и Нечес Профит. Фиссурка не очень хорошая получилась. Логи минус один. Зажимают еще и флайв с пруты. Будут его тоже побивать. Ну, кстати-кстати. Флай там у Спида сейчас насосал и улетает. Причем Адмирал Бульдог забегает слишком далеко. Ну, приплыл. Приплыл здесь. Ну, Соло нет воды на самом деле. Хотя, да. Тут еще и Джокира у нас, как мы видим, бегает. Соло. Соло. Тотем по двоим. Соло не успевает убежать. Тут подтягивается Маг. У Мага нету шестого уровня. Но Дабл Эдж достает все-таки до Фуриона. Там минус висит. Продолжается с погоня. Маг завязал Стампиль. Пытается накрыть Акин. Крывается Таном. Что дальше делать? Дабл Эдж сейчас у него появится. Тут Сайлент подходит. Еще Дабл Эдж. Как же там Вич Доктор вот-то затылок вскрыл. Добивай. А Сайленту нечем убивать. Сайленту нужно маневрировать. Хорошая колдаун. И колдаун залетает. Положий. Жестокие битвы такие на самом деле. Минус четыре от Эмпайра. Они сравнивают счет по фрагам. И Герокоптер вот этим вот офигительным колдауном. Причем у нас такие интересные фраги получаются. Там Разор плазмофилдом двоих сбрил. Тут Герокоптер колдауном двоих. Вот казалось, что уже все. Да, реально казалось, что уже все. Что начинается ГГшечка для имперцев. Но они вовремя успели одуматься. Ну сейчас уже начинает активно Адмирал Бульдог сплитпуш. У нас перемещается вниз. К Разор. И сейчас потихонечку один тавер будет спривать. При этом заставляем Пайр у нас так вот растягиваться по всей карте. Пока только один маг стянулся. Но нужна помощь, видимо. Главное не вестись на вот эти провокации. Да, вышку вы потеряете. Это понятно. Там все-таки неплохие вышкоубиваторы присутствуют. Надо пытаться самим разводить, самим сплитить. Правда, пока это не особо хорошо получается. Потому что вышка на топе почти фуловая. В миде точно так же. Ну, про нижнюю линию мы говорить вообще ничего не будем. Там к вышке даже еще подойти не успели. Так. Что думаешь, я хочу сказать? Что я угадал, что первый тавер упадет к восьмой минуте. Хорошо. 1-1. Читер. Читер, да-да-да. Продолжаем смотреть. Уже интересно. Так, что у нас там? Маг, кстати, у нас 900 монет имеет. Да, на даггер почему-нибудь будет уфармывать. Сейчас линия очень сильно отпушилась. Ему надо, возможно, наверное, дофармить такие. Хотя Мизери там спрятался. И Мизери готов нападать. Ну вот, поставили обсервер. Причем обсервер этот видно. Да, вот помигал на него только что шейкер. Но Маг не пойдет его ломать, потому что поломает Мага, если он пойдет ломать. Подходит. Чук, чук. Чук. Все. Маг, осторожно, что мыть. 50 голдишечки заработал. Изи. Ну а Мизери подойти теперь толком не может. Да, правда, с другой стороны, еще и Соло тоже ведь караулют в этот момент. И физурки свои готов подавать. Так там и дело, что Соло не видно. Флай вот на топе пока появился. Да, теперь знаю, что два... Точнее, два суппорта, хотим сказать. Два героя находятся на топе. Блин, а Сайлент-то нормально начинает пацанов щелкать. Вот, кстати, по поводу фейзов. Сайлент так и сделал. Он понял, что если вдруг придется воевать, то ПТшечкой тут не отделаться. А вот лишний демэдж, который там пиньков лишних сбривать будет, всяких тонких вич-докторов будет нормально харасить. То есть фейзы тут действительно пригодятся. И вот он, Сайлент. Правда, Сайлента сейчас, может быть, даже убьют. У него нету тангусика, нечем прокушаться. С протои достает. Ну, слишком поздно стампит. Слишком поздно был стампит. Сразу на ТП надо было уже юзать. Ну, тут что-то Кентавр немножечко попозже дал. Флай будет здесь оживать, ТП аута. Получается, у него это сделать. Но в любом случае, раз уж сюда стянули с четверо игроков Альянса, они пытаются снести еще один тавр. И здесь, ну, вряд ли будет какое-то сопротивление. Без стампиды очень сложно будет Эмпайр подраться. Да, и Шейкер пока пятого уровня тоже сейчас, правда, пытается получить немножко опыта. Ну, такое, да. Там тоже Разор битый, там Лода битый. Можно этим воспользоваться. Хотя у Разора есть Боттл, так что он сейчас отопьется достаточно быстро. Но есть телепорт от Гирокоптера. И Гирокоптер уже готов воевать. У него через 15 секунд будет кулдаун. Вот он пошел флаг. И вот, вот он отпустит. Как Соло подставился. Соло хорошую фиссуру тем временем дал. И, возможно, даже уйдет сейчас. Нет, Соло закрывают. Пазмопилд касается прям краешка. Максимальное количество дэмэджа выдает. И этот прак просто на равном месте Соло подставился. Он пытался, пытался тянуть время. Вот он пошел кулдаун от Саунда. Он понимает, что надо сносить всю эту гапшу как можно скорее. Нельзя давать время. Так как там до флагкэнона еще 5 секунд было. То есть особо не поотстреливаться. У Мизери, правда, маны нет. Это такой приятный момент должен быть. Сайл вышел и говорит, иди отсюда. Он всем своим видом показывал, что у него стан типа есть. Прям так вот агрессировал. Сайлент это увидел. Ну и там, это будет падать. Ликвидфайр есть. У нас сюда делается ТП от Соло. Готов ли Стампить? Стампить через 2 секунды будет. И могут, в принципе, ворваться Эмпайр. Ну, Адмирала Бульдога здесь увидели. Врывается Мизери на своем спринте. И вышку динает. Сайлент. Сайлент очень сильно достается по лицу. И у Соло нечем засейвить. Сайлент там просто нечем. И опять поздний Стампид. И причем я не знаю, в чем была проблема. Возможно, на кулдауне просто был этот самый Стампид. Но мы видим, Альянс пока тащит. Пока тащит. Причем вот эти последние пару замесов, они были вообще в салат. Не, на самом деле, кулдауна не было. Там буквально 1 секунда оставалось. И только после этого через секунды 3 пошла атака от Сфены. То есть, действительно, что-то как-то маг пока не очень в теме. Не очень по таймингу. Второй раз уже Стампидом подводят своего керри-героя. Ну и вот он, Даггер, появляется. Посмотрим сейчас, поможет ли этот Даггер как-то радикально изменить ситуацию на карте. Там, параллельно в том, что у Тинкера еще все не слишком круто. Хотя, трвела появились и посмотрим, как Роман будет отыгрывать. Только-только у нее фарм начинается, по сути дела сейчас. Будет летать по линиям, будет везде распушивать. Посмотрим, что какие-то шмотки появятся и в каком времени, в каком порядке. Там под смоком на развороте посмотрели, Лайн, что собрались сделать. Да, это хитрецы и щеки. Все грамотно, на самом деле, делают Альянс. Они понимают, что сейчас могут вообще за один заход забрать еще и Т2 вышку и нападают на Флая. Флая тут просто сожрали. Четвером набросились на него. Ну да, не прочекал он момент. Не предугадал. И в итоге сейчас Альянс будет пушить еще один Тауэр. Это уже третий будет по счету. Снова Liquid Fire и снова Empire. Не знаю, то ли Дэвк, то ли нет. Вот сейчас, опа, Макс палился под смоком. Мизери всех просто взял, спалил своими передвижениями. Пытается Мак отомстить. Дал прокаст. Получает каски. Тайс паф. Плазмафилд. И Мак. Стампит появляется. Но не успевает он идти. Боже, ну как так? Очередные ракеты залетают. Бульдога. Должен быть плевок. Ну флай. Ну ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яшеньки. Как же больно. Еще и Сайлента достает Десвард. Вот он наконец заканчивается. Сайлент отстреливается. Заходит Соло. Соло. Не хватает. 17 опыта. 17 опыта не хватает до ульты Солыча. Ну вот он Шейкер. 13 минута. Нет 6 уровня. Он бы тут уже столько раз мог пригодиться. Тут столько раз не хватало вот чуть-чуть демеджа. Да уж. Неплохой лайн. Стампит. Этот основа болит сейчас просто. Вот нон-стоп. Эти передвижения на топ линии. Нон-стоп ганги. Атаки вот эти вот. И все у них действительно получается. Круто играют. Да. Стампита вообще не хватает. Как мы видим. То ли опять же там интервалы достаточно короткие. Так что Мак не успевает его вовремя прожимать. То ли как ты говоришь. Кулдауна не было. Просто Мак там не знаю. То ли подтупливает. То ли инфу поздно ему дают. Что замес научился. Не знаю. Ну тогда там можно в принципе садись на том. Что вот тогда он снизу даггер выфармивал себе. Поэтому он бы сконцентрировался больше на крипах. Поэтому не нажал. Возможно. В другой раз черт его знает почему. Ну пока действительно странно немножко выглядит. У Эмпайр немножко не хватает. Чтобы делать какие-то качественные фраги. Там демеджа. Лайнс не добивает в каких-то моментах. И за счет этого конечно лайнс сейчас начало игры выигрывает. Да, но не будем забывать, что там все-таки гирокоптер с тинкером лейты достаточно сильные. Проблема в том, что можно перефидить. Сейчас конечно про перефид речи нет. Все-таки всего 4000 альянс ведут по деньгам. Но если обратить в немун, обратить в немун, внимание на строку событий. И последний раз имперцы делали фраг на вот 6.50 примерно. Так счет 7.7 у них как раз был, когда там такие админы были. А сейчас 7 фрагов безответных отелайнс. Плюс товара падают. То есть, ну все очень плохо. Как же Лода только что подгадил команде Эмпайр. Ай-яй-яшеньки. Тем не менее, возможно здесь еще обделаются легким испугом шведы. Так как главный... Ну Мак, ну куда? Ну что? И Сайлент, Сайлент огонит Чесси. Не хватает чуть дамаги, но у Чесси сейчас через 5 секунд будет. И Тинкер прилетает. Отомстить, отомстить. Резолюшн, рассказ. Хорошо, минус разор. Назад поставляется под фрукты. Начинает на лодок пробивать с руки. Есть Айс-пад. Также сверху Макропира вешается на резолюшн. На резолюшн бежать. И больше ловить его видимо нечем. На самом деле Лода спас свою команду. Так как никто сегодня не спасал. По крайней мере из всех тех каток, которые я сегодня смотрел. Потому что он положил Айс-пад по четверым поврывающемуся шейкеру под застаненных трех или четырех героев. Сколько там у Альянса под кентавров стряло? Под трое, трое, трое. Вот, вот трое. И если бы туда зашел ЕС, это была бы просто драка в одну калитку. Так получилось еще немножко попадаться у имперцев. Вот мы видим резолюшн выфармливает себе догон потихоньку. Не хватает немножко рецепта, если быть точным. Ну, главное, что резолюшн пока не умирает за месяц. Она действительно такая звездочка команды Эмпайр, которую я должен буду тащить вместе с Салентом на пару. Да, да, да. Ну и вот он шейкер, который так еще тачдаун свой не сделал. Желаю ему. А теперь на топ лейдене у нас атака пошла на мага. Адмирал Бульдог уже начинает прыгать по всей карте. И стампит маг, получает стант Мизери. Стампит весь уходит никуда. Ну, далеко отсюда не должен убежать. Хотя, одна секунда, но опять лода. Да что ж ты будешь делать с этим лодой? Я вообще это джакирую просто. По-другому не скажешь. Хотя внизу в это время забрали Разора. Шейкер вместе с товарищем Сайлентом разобрались через колдаун, через АХ-слэм. Он показывает как раз статистику по лоде вездесущему. Нет, Джонатан, конечно, отыгрывает в этом матче очень качественно. По крайней мере, айс пассы, задувки, вообще все очень-очень круто. И вот лоды как раз качаются через макшены и ликвид файр, при этом не забывая про айс пасс. Так, у нас флэп. Флэп пытается уйти, есть ничем зажать. Стамп, должен, наверное, Мизери флэй не успевает сделать апаут. А Резолюшн чем у нас отметится? Резолюшн хотел пойти под Дэйфит или не пустить дальше, пока непонятно. Там просто гирокоптер еще гулял. Могли попытаться на гирокоптера побежать. Так, но гирокоптер уже топ фармит. У гирокоптера тем временем фейзы, аквила, барабаны. Это такой полуджакалокоптер, как мы в свое время окрестили подобного рода пацану. Так, смотри, там Солыча, Фурион. И одного пенька так. Пулруц, и он дран. Ой, ты айс пафф на это распознавал, залезал от лоды. Просто разобрали, видимо. Смотри, 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 пенек, пенек. Опа! 45 голдишечки. Беги, беги. Там сейчас еще и Мизери может встречаться. Как-то по одному начали бегать и Лайнс. На самом деле, посмотри на item build. Нечас Профит, он вот так вот всю доту-сцену обратил Нечас Профита в блейдмейлы. А сам, видишь, собирает нормальные артефакты. Да, Германа? Понимаешь, даже тут крысит. Даже здесь он обманывает людей вообще. На самом деле, все верно. Потому что, если бы сейчас тут были какие-то блейдмейлы. Ну, я не знаю, может, это и сработало бы, хотя не уверен. Потому что тут такая борьба идет не на жизнь, а на смерть. Мне кажется, на Фуриона бы просто внимания не обращали и все. Тут есть просто герои, которых нужно также убивать. Это Разоры, это Свена, это Джакира. Кстати, достаточно большое количество, ну, не знаю, таких кор-героев, да, если можно так сказать. У Альянса тут почти каждый герой, это кор-герой. Тут и Джакира решает в замесах, и Вич-Доктор имеет уже неплохой левел. Фурион пока особо, ну, не слишком сильный, но у него потенциал просто бешеный. У него уже очень сильные артефакты. Он уже топ-1 по Нетворсу. Ну, и, собственно, Разор со Свеном, которых тоже нельзя, на которых нельзя не обращать внимания. Разор, он типа Фармила, только никто им не рассказывает про это. 7500 Нетворса, он даже находится где-то в топе, но при этом такой себе пока слабенький, именно в плане дэмэджа. Но плотненький зато. Плотненький, да, как раз-таки у этой плотности он собирается. Сейчас у него есть 1700 монет, то есть будет Медрил Хаммер, но и осталось только ДБКБшки-то фармить. Сейчас это достаточно забавный момент был, Лайонс хотели собраться вместе, но потом внезапно передумали. По всей видимости, сейчас 5 на 5 драться ничего не готово. Пришла инфа от разведки, что там все тоже не слишком плохо, и ребята решили повременить. Так вот, да, Маг, Врыватель на даггере вроде неплохо входит, да и Сальн тоже тоже обороты набирает, Медрил Хаммер себе взял. По всей видимости, БКБшка все-таки нужна первым артефактом. Тут без БКБ вообще не вариант воевать. Да, тут, конечно, есть Свен, Вич-Доктор, которым плевать на БКБ с ультами. Но, да, и Разор, допустим. Но, тем не менее, если у тебя нет БКБ, в тебя залетает 2 стана, айс паст, и все, и тебя просто снимают с этого вертолета. Да, действительно выкидывают с кабины. Так и есть, прям за патлы, или за усы просто вытаскивают. Так, Адмирал Блюдог, Теверениум Тавр, Станайл, купил себе Обливиан Став, и все-таки Вокет решил выйти. А Лодан занимается пока последней минуты 2 ничем абсолютно. Стоит, чтобы только нас не фармить. Вообще, играя с таким керри, скажем, Джокера, надо как-то, я не знаю, поболее активнее, мне кажется, катать. Но они катали активно до поры до времени. Они вот сейчас, видимо, поняли, что у имперцев есть с чем отбиваться, и решили что-то там дособирать. Хотя я не понимаю, что они тут могут дособирать такого, чтобы Империя не смогла им ответить. Вот разве что БКБ на Разоре какой-то. Вот, все, они, видимо, тоже догнали, что не тем они заняты сейчас. Угу, надо идти. И побежали в смоке атаковать. Ну там тоже тебе в смоке бегает Эмпайр, пытается подлогить, как там оппонента стоят на хайграунде. Иис, хайграунда, какая удобная позиция, солыч! Да зайди же ты, топни туда! И просто бежать, бежи, беги, корова, беги оттуда. Ой, не по таймингу, маг, но успел сделать тэп-аут, но правда здесь соло может поставить. Соло забирают, да-да-да-да, соло там пью-пью-пью по нему. В шоке. Забрали. Короче, это просто грязь. Вот, 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 не хватило буквально там одного героя никакого. Был бы там гирокомтер рядом с шейкером, они бы там такую кавабангу устроили. Действительно удобная позиция была с хайграунда, выдавать фисурку по всем, и потом залетать было бы идеально. Ну, нападают на Сайлента. Сайлент откидывает колдаун. Тут, кстати, нападают на Бульдога, нормально, развалили кабину. Вовремя подходил. И тэп-аут, всё, а тэп-аут сбить нечем. И второй тоже улетает. Майс. Макс сейчас, конечно, зарешал, да. Да, такие ганги, я думаю, имперцам должны нравиться. Да, Бульдога разобрали, Бульдог у нас... Ну, Аблимен Слав, конечно, на себе второй соберёт сейчас, но, тем не менее, Окет у него слишком рано не появится. Уже хоть какой-то плюс. И Резолюшн в это время главное, что фармит, купил себе Гост Кептер, ну и дальше потихонечку Ватериал Блейд выйдет. Конечно, денег нужно ещё много, но ему пространство для фарма пока дают и его противники, и его тиммейты. Вроде всё хорошо. Сайлент уже себе БКБ несёт, вот в чём дело. Теперь-то Сайлента будет убить, ну, очень сложно. Конечно, если он где-то подвстрянет до прожатого БКБ, его очень быстро снесут, но если он успеет прожать БКБ, то реально валить его особо нечего. Ну, так, чтобы прям моментально сдуть. А если гирокоптеры моментально не сдули, то он может сдуть моментально вас. К тому же урона 170, учитывая то, что бьёт по всем целям, несколько атак, маг не допрыгнул с дайгера. Вот так вот просто взял и не допрыгнул. Ну, главное, что и Бульдог тоже успел упрыгнуть, но реакция сработала, как увидел Стампид. А Савчик. А у Резолюшина тут 16 уровень уже сейчас нарисовался, то есть будет начинать... Ну, хотя, как будет начинать? Всё равно кинкеры не качают обычно реарм больше, потому что монокост очень сильно увеличивается. Там на соточку с каждым левелом прокачки. Ну, вот уже, думаю, скоро наступит то самое время, когда нужно будет реармиться побыстрее. Так, в Тиренем Лайнс собрались, потому что Т2 нарываются на Глиф Фортифитейшн и, конечно же, на кучу-кучу машинок. Ну, машинки, ракетки, фиссуры, то есть спамить есть чем. Поэтому Альянс там сейчас и прожимают мейки разнообразные. Внизу, тем временем, гирокоптер вышку забрал. Ну, вот гирокоптеру сейчас что собирать? Я даже не знаю. Баттерфляй, возможно, какой-нибудь. Ну, блин, с другой стороны, полторы тысячи хп это не так уж и много. Но особо больше гирокоптеру на плотность ты ничего не соберёшь, кроме сатаника. Возможно, один артефакт какой-то в ДПС сейчас нужно взять, да, опять же, Баттерфляй или МКБ что-нибудь такое, а потом Доминатор и уходить сатани. Ну, просто если МКБ тут не особо нужно, так как никто не уворачивается, то вот Баттерфляй, учитывая то, что БКБшечка есть, значит, будут бить руками, а сквозь Баттерфляй руками бить сложновато, то, как по мне, это самый логичный вариант в данной ситуации. Но считает ли так Сайлент, мы с вами совсем скоро увидим. Сейчас пока смотрим, как Альянс пытается напасть снизу. Сайлент спрятался. Будет ли врыв от мага? С Тинкером вместе по мизере. Очень больно разорвали. Ну, и так, успеет ли что-либо сделать? Айспаб хороший даёт по одному маг. Точнее, по одному Джакиру. Разобрали одного и резолюшим больше. Ну, вот так вот. На одного несчастного Свена отдают двух основных героев. Нормально, да. Как там? Ладно, если Кентавр это такой третий основной герой, то Тинкер, посчитайте, топ-1. Ага. Хорошо, да, как раз-таки Адмирал Бульдог показал всем свой окет. Отличное решение против, опять-таки, того же самого Тинкера. Зажимать в замесе и не давать ничего вкастовывать. Это что принимается. 1800-те время Млоден оформился после Клуаки, что он, неужели, в Пайп пойдёт? И птиц ещё очень качественно только что заформили Альянс. Там Адмирал Бульдог с Даггером за ними прыгал по лесам, ставил деревья, чтобы вижен себе заиметь. И отобрал 200 золота у Флая. Причём у Флая новых птиц ещё не будет полминуты. А посмотри у Соло количество денег, да? Готов уже покупать необходимый артефакт для влёта? Да, да, вот слишком много «если», как говорится. То есть тут кто более качественно синициирует, либо это будет там Свен на ноге с Фурионом, с каким-нибудь там Хекса Орхидом, да, и, там, не знаю, Джакира с Айспасом. Либо влетят Эмпайр. Причём у имперцев сейчас врыв потенциал просто вырастает на глазах. Это и, во-первых, Кентавр со Стампидом, плюс он сам ещё и с Даггером. Это и Шейкер, это и Вертолёт с колдауном, который может нехило наваливать. Ну, не знаю, вот Вертолёт решил всё-таки уйти в дэмэдж и покупает себе Демонедж. Да, Демонедж, у него уже две сотни урона. Посмотрим, поможет ли ему здесь ДПС и хватит ли вообще ХП, чтобы пережить эти замесы. Ну, если успеет нажать БКБ, то хватит. Это, в принципе, понятно. Вопрос в том, переживёт ли его команда этот замес. Да, команды сильно можешь не пережить. У остальных БКБ нет, а без БКБ, там, если попадёте под стан Свена, можно и не выйти из него живыми. Ой-ой-ой, как сейчас прилетит Фурион! Фурион! Отдрош, Адмирал Бульдог. Прям чёткий в лёд, такой прям, как надо. Вот прям всё, чё не придумать, реально. На ход летел, видишь, на ход. Перехватывал пацанов. Не пошло немножко, хорошо приняли так. Адмирал Бульдог, наверное, сам в шоке сейчас. Ты прикинь, ты летишь фармить свои леса, вроде всё нормально, и тут ты появляешься. Ты приземлиться не успел, понимаешь? Да, да, тебя уже убивают. Жёстко, конечно, получилось. Но это говорит о том, что Эмпайр сейчас тоже неплохо под смоками двигается, и Адмирал Бульдог должен это понимать. Да, при этом, блин, ты знаешь, мне напомнило из разряда, когда там суппорт идёт, Центрик ставит, ставит Центрик, а рядом с ним там Никс, Рикки Мару, там, Балти Хантер, Ник Клинс. Так, ну под смоком теперь и Лайнс решили тоже напасть, но Драб Бульдог поедет через 10 секунд, так что можно снизу иницировать. Вот они Салент и Мак. Салент, Салент, Салент. По КПшечку, хорошо. И тэп аут, правильно, надо уходить, просто уходить, а Сталин, да бегите, чё вы Сталин, Сталин таращиваться. Точно уйдёт, понимаешь, Сталин, точно уйдёт наш Кирилл, или не уйдёт, посмотрим. Да. Просто помочь-то они мало, чем бы там смогли против пятерых, ну пока, пока что. Был бы там, хотя, блин, смотрите, Тинкер бы нарисовался, но я думаю, если бы Свен дал уже стан и его бы заивейдили, возможно бы и полезли драться. Да, может быть. Там Средний Резолюшн, смотри, купил Этергал Блейд, сейчас, конечно, очень полезно. Смотри, в миде нападают на Аки, ещё и фиссурочка, опять же, не особо качественная, но влетает Соло. Исправился, хотя его тут тоже сейчас хотят исправить. Колдаун, пошёл, Стампид, Деха Слэм, Соло отъезжает, там куча БКБшек, но Гирокоптеру плевать, Гирокоптер наваливает, Гирокоптера тоже бьют. И лети, лети, Гирокоптер. Мизер продолжает пить с руки, пока под БКБ, Флайстан разряжается, Трэл Блейдок пока монтит, неплохо вроде бы, А как перейти? Да, и смотри, там нападают также на Чесси, это уже минус 4, почти, да, есть четвёртый фраг, и лоду тут тоже находят, это Тим Вайп, и Империя тащат замес. Да, сами на ЛЖП, конечно, остались, но... Да, Шейкер этот 100 хп, Кентавр, которого, ну, хотя Кентавр 400, ты ещё попробуете 400 добить, но при этом сейчас заберут вышечку в миде, то есть помимо Тим Вайпа это неплохой прирост по голодишечке Ставра, и можно попробовать, ну, хотя нет, Рошана, мне кажется, дамаги, да может и хватит, медалька есть у Визиджа. Ну, так быстро, может быть, и не успеют забрать, на самом деле, возродятся уже лайнс. Ну, главное, что, действительно, Тавр забрали, и что самое важное в этом замесе, что Керри Саллен не умер. Да, и у него уже 2500 на руках, то есть до Манки Кинг Бара потенциально, либо до Дейдауса, не знаю, что там он будет собирать. В принципе, МКБ, как мы говорили, тут пока собирать нету против кого, но Авось он соберет именно МКБ, хотя в плане прироста дэмэджа, естественно, Дейдаус намного серьезнее, чем Манки Кинг Бар. Наверное, да. Так, ну вот, возродились элайнс, у нас Ultimate Thor появляется в Рал Бульдоге, решил себе себе хех собрать. Разор, Аганим, не до фарма, 1000 монет досталось. Ну, мне не очень нравятся айтем-мобилы, скажем, лоды, как-то вот для Майн Кири Джакиро, собирать такие укрепляющие артефакты, типа Меканзен Пайп для команды. Не, ну, Дейдаус же ты ему не купишь, там, или Дезолятор, правильно? Ну, с чего, Скуард, Хекс, вот такие вещи. Денег маловато, у него на Творс 8200, то есть на 8200 ты можешь себе позволить тапок и Хекс. Вот, в принципе, все. Все, да. Смотри, все-таки Сайлент Ферма себе МКБ. Да, да, собирает он себе Манки Кинг Бар, окей, 1700 хп, 270 дамаги, неплохо, очень неплохо. Суппорты реально сейчас будут стреляться, причем в прямом смысле этого слова. Сайлент их зелено будет стрелять просто. Он их вообще не ощутит, как по мне, реально не будет ощущать. Да тут и Джакиро 1300 хп. Слушай, вот тут такое себе, то есть у нас Свен вроде саппорт, смотришь, 1700 хп и БКБ есть. Пробьет ли его Сайлент с одним МКБ, тут вопросы большие. Потому что Мизери сам нарцовывает. Был бы у него Дейдалус и Мом, ну не Дейдалус, хотя бы Кристаллис и Мом. Вот тогда, я уверен, Свен мог бы еще попытаться дать бой Гирокоптеру. А так Гирокоптер его, думаю, размажет вообще без вариантов. Ну, кстати, да, в плане Нетворса, в принципе, 6500 это и есть, там, Мом и Кристаллис. Ага. То есть вот если бы Мизери был примерно хотя бы схож по фарму с Гирокоптером, то, наверное, да, он бы смог объяснить. Так, что у нас там, с чем связана пауза? Может, какие-то технические проблемы у имперцев, или, может, они не знают, что дальше делать. Пошли гайды почитать. Ну да, 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 что же. Консультация, консультация такая. Так, да, 30-ая минута, куда идем дальше? Так, на дальше Резолюшн у нас выходит в Дагон. Второй себе уже купил, более-менее. В том, заметьте, конечно, очень сильно его там Лода побивал, и в итоге, конечно, добил. Но и свой дэмэдж Резолюшн тоже внес. Сконечные вот эти машины, ракетки залетали, все как надо. Да, ну и, кстати, Эзериал у Тинкера тоже штука немаловажная, потому что есть Фурион, есть Свен, то есть можно спасать своих пацанов, можно не давать бить чужим пацанам. Штука действительно полезная, Эзериал, при данных обстоятельствах. Так, ну и Мак, что там, Мак-Алибарду, надеюсь, ты себе собираешь, а? Андрей? Это БКБшку, наверное. БКБшку тоже. Ну, в принципе, тоже вариант неплохой. Сообщайтесь любому игроку из Эмпайр собрать БКБ, и нормально, то есть не чувствуют ни Свенские станы, там, ни Вичдокторские, ни Джокировские прокасты. Да, потому что Сумоны... Не, ну Сумоны, в принципе, есть, да, какие-то птички, но мало ли, где-то там их отстрелят, и вот эти каски, они постоянно очень сильно надоедают. Они очень сильно портят настроение. Да и Айспаф, те самые... Вспомни, Джокировки, Айспаф выдавал за место, то есть Эмпайр просто стояла и смотрела, будучи замороженными. Да, ну вот Солыч уже начинает потихоньку выбираться из Бездны. У него уже Форстаф появился, Даггер есть и 13,5 уровень, то есть всё неплохо у Шейкера. Он теперь действительно юзабельный. Смотри, Адмирал Бульдог, часть 2. Сейчас их тут будут вылавливать опять, смогли с Сайлентом. Так, 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 да, наблюдаем за Бульдожкой. Тут пацаны спрятались, типа байт на Сайлента такой. Да, да, да. Пеньки вышли на разведку, пеньки, один пошёл, второй пошёл, посмотрел за углом в лесу. Очень аккуратно играет Бульдог, очень аккуратно. Он понимает, что никого вообще нет, реально никого не видят. Мак, смотри, ближе подвинулся, немножечко. Так, потихоньку. Крадущийся тигр просто, стоившийся дракон. Это Мак. Там уже трое их сидит, смотри, кончей резолюшн подошёл, Сайлент, Мак и резолюшн, просто скрытные убийцы. Весело время проводить, походу, самым не понравится. Но отбирал Бульдог, всё-таки чуют такие. Моменты. Ушёл далеко под свою базу вообще. Терение его команда пытается фармить свои же леса. Тут Чеси выфармил наконец-то и Аганим. Это она как-то пополезнее тоже будет уже теперь Сайя за шторм бегать с таким, под эффектом Аганима. Покруче молнии. Так, Свин у нас 1400 монет после БКБ. Вот отбирал бы только сместился, всё-таки нижнюю линию. Да, и теперь должны понимать Empire, что зря они там стоят. Нужно уже оттуда уходить. Ну, да, они там засиделись немного. А ТПшечки пошли. Но при этом-то два товара потеряли. Причём Бульдог интересные такие спруты ставит в лес, для того, чтобы как раз прочекать подобные засады. Вот Team Empire. Но имперцы не пойдут, не пошли до дефа Т2. Но и понятно, почему. Потому что у них есть тинкер, который на хайграунд зайти не даст. А там посплитить что-нибудь можно было попробовать или нет. Нет, сплитить нет. У нас же Рошан стоит точняк. У нас же стоит Рошан. Который вот сейчас прочекали. Увидели, что он по-прежнему на месте. Никуда ещё не делся. У гирокоптера уже 2000 ещё есть сверху. Но вот сейчас, возможно, и стоит ему какой-нибудь доминатор себе купить. Ага, надо. Их вариантов уже быть не может, наверное. Хотя это может купить себе Баттерфлай и без доминатора сражаться. Да, да. Тоже можно по большому счёту и так сделать. Посмотрим, как решит Сайлент. Что так, что так будет, я думаю, правильно. Разные задумки, но эффект один и тот же. Тебя сложнее убить. Ты убиваешь лучше людей. Всё очень просто. Да, и Резолюшн у нас продолжает тут летать, фармить. У неё вилка уже левел 2. Денег хватает, чтобы её ещё парочку раз грейдануть. Пока что не обузит. Понимает, что нужен байбэк. Психонечку стягивается Эмпайр сейчас в сторону Рошана. Прям окружает, ходит вокруг да около. Купил себе Матрилхаммер. Но понятное дело, что сейчас ни одна из команд не пойдёт лобовую атаку на этого Рошана. Просто так нагло забирать. Сперва нужно потраться. И если вы замес выигрываете, то уже заходить на Рошана. Ну вот смотри, Мизери решил не собирать себе Кристалис и не собирать себе Мом. Он себе покупает Даггер. Ну он внезапно всё решил Гирокоптера поймать. То есть если Гирокоптер при том, что от Свена летит Стан, успевает прожать БКБ, то Мизери, если плотную к нему прилетает, то могут как-то запокусить до прожатия БКБ. Ну в теории да, если Сайлент немножко там застыкает, всё равно у Свена там есть небольшая анимация. Да, поэтому, конечно, лететь он будет меньше, действительно, но лететь он будет некоторое время. Просто я вспоминаю вчерашние игры Инквизитора на Сларке, там где его ловили всем селом просто. При этом тоже врывались со смока, с блинков, пятером, и он успел от всего увернуться. Ашана Тенц, да? Да, 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 он там просто такие фортеля вытворял. Ну вот сейчас опять минус две птицы, и у Флая опять минуту их нет. Вот, полминуты. Сиренев Эмпайр давит топлинин, Т2 потихонечку пытается забрать. Здесь окружает уже Чесси, готов со спины заходить, и Сайлент здесь один без поддержки мага будет. Может быть неприятно. Там резолюшн есть, резолюшн, если что, может хлопануть. Сейчас уже резолюшн достаточно мощно выглядит, он там щелкнуть какого-нибудь суппорта, типа Вичдоктора, будет только рад. Хотя Вичдоктор, обратите внимание, он тоже понимает, что его могут щелкнуть, и у него два брасера, и угры Клаб. Такой вот сильный Вичдоктор получился, экипировался по полной. Ну как-то с прокаста действительно тикера сливаться не хочется, в замесе быть ничем. А так вот, хоть какая-то выживаемость-то имеется. Ну да, если тебя там сразу не забрали, вот эти вот обычно последние тычки, бывает так впадло их выдавать, ты думаешь, ай ладно, кто-то другой сейчас там добьет, каким-нибудь косяком. Оттуда на развороте каски, буду реставрешен. Да, 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 и там еще Дезвард какой-нибудь полторы секунды постреляет, и ГГВП. Да, кстати, напоминаю, друзья, что призовой фонд нашего турнира продолжает расти, уже 210 тысяч и 262 с половиной доллара он составляет. Так что не стесняйтесь. Опа, Адмирал Бульдог, Саня-то поймал, подловили на БКБ, БКБ-то паут, ну секундочку потратил, а Мак, будь левой, перехватывать здесь. Хороший айс-паф, почему ты паут не сделал, Мак? Мак сейчас могут быть проблемы, Мак. Ну Мак вот решил на Стампид все-таки убежать, хотя мог блинкануться просто и никому мозги не парить. Ага. Тут заставляет нас шокироваться, немножечко тревожит наше сердце. Ну этот вот, это Андрей Чепенко, он может. Ага. Познаем мы его. Бульдог вот только-только покупил себе Хекс. Был бы сейчас, конечно, Хекс, он бы тут явно не отпустил никого. Ну вот Хекс появляется вот в сию секунду. Но он сейчас будет инициировать как-то покруче. Если вот так будут загуливать Empire, то он, может быть, проблемы. Так что он поаккуратнее с такими умами. И Лайнд прожимает смог, убежали кого-то искать. Четвером, правда. Пока, на понятное дело, что... Черт, косту забрали. Ого. Так, тут пока тусич на Рошане. Причем 20 секунд еще кулдаун на БКБ, поэтому не стоит так вот. Лезть. И смотри, смотри, коварный план. Причем план-то весьма точный. Нарисовал только что Мизери. Ох, сейчас Мизери сможет зайти по всем-то. А успеет ли вопрос? Так, пропадает все-таки. Но какая фиссура! Какая качественная фиссура! И просто улетает на форстапах. С под касками. Слили Мизери, Стампед пошел. Что же будет делать дальше? У Мизери сейчас кончится БКБ. Пошел Салент. По всем просто вызывается пайпа. Чесси под БКБ теперь наваливает уже свои маи за штором. Салента зажимают. Ну вот Салент умирает тут. Посмотри, его просто пытают... Хотя пока еще жив-жив Салентушечка! Нет, Салентушечка погиб. Шекер наконец-то шваркнул, но слишком в никуда он шваркнул. Солоча забирают так же. Ну в общем-то провальный драк на самом деле для Эмпайр. Еще байбэк сделал Салент. Зачем-то непонятно зачем. Где вообще Тинкер был все это время? Он покусаки, что ли, кидал? Чувак. Да, он стоп. Эти ракетки покусаки, ракетки покусаки. Чувак, у тебя есть Эзериал и четвертый Дагон. Третий, ладно, уговорили. Но один хрен. Ты там просто залетел. Пиу-пиу минус Аки. Пиу-пиу минус, я не знаю, минус Лода. Потому что там ребята очень сильно просаживались. Посмотри, что делает Салент. Куда же ты идешь без БКБ? Ладно, Бульдог сейчас растерялся и сразу хекс не дал в лицо. А так могли быть большие проблемы на самом деле. Да, видимо, Бульдог подумал, что Салент что-то знает. И неспроста он там оказался. Хотя действительно у Салента могли оказаться проблемы серьезные. Вот он, талисман у ворота появляется у гирокоптера. Еще он в замесе, кажется, уже тоже присутствовал. Так что теперь чуть сложнее будет по нему попасть. Всяким Свеном, Эфреоном, Эрозором. Полезный все-таки талисманчик. Частенько мы говорим о том, что собирать бутерфляй необходимо именно с него. Ну, конечно, по обстоятельствам в разных ситуациях. Но если вас избивают, то лучше все-таки с талисмана начинать. Это верно. Да, ну и Лайнс, по сути дела, драку-то выиграли. Рошана никто так и не забрал. Но при этом видим, что и Бульдог начинает себе хорошие артефакты после собирать. Штром, сейчас у него 3300 сверху. Ингел Нир появится. Конечно, здесь уже необходимо покупать и МКБшечки. Ребята, мы желаем как-то гирокоптера контрить. Но в целом и так тоже неплохо. Пойдут. Соло еще поймали. Очень уверенно. А тут просто Вард стоит, поэтому видели подход Соло. И Фурион так залетел в лес. Опа, и Мак теперь не порвался. ПКБ успели прожать у Мака, теперь будут большие проблемы. У него есть ПКБ, в принципе, тоже может помочь. Резолюшн, у нас КАС ЛОДЛОДА, ПАЙПУ юзает. И это минус Мак. Сайлант тоже убегает пока на ноге. Ну вот нету Дезварда уже. И Резолюшн, 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 что же ты делаешь? Роман. 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 Роман сегодня не готов, к сожалению. Да, как-то, я не знаю, имперцы вроде все делают четко-четко-четко, а потом как начнет какая-то хрень происходить. Ну вот сейчас потеряли на ровном месте, казалось бы, сами пытались атаковать по Т2 тавра оппонента, не поймали, умерли сами, и теперь еще дают Рошану. То есть вообще не весело. Отдают, а дают мидгейм потихоньку. Да, и Свен начинает фармить. У Свена опять 1800 голды, и вот теперь ему, кроме даггера, никто не мешает купить еще и Кристаллис, и Рефрешер у Розора. Вот это сильно. Да, очень сильно. Если Розора сейчас не зацепить и не убить там за ближайших пару секунд, вот Сайлент. Сайлент, ну где БКБ? Ну Сайлент, ты же видел, Адмирал Бульдога, ну что за бред? БКБ-тепаут, ну... И Мюн Кирцаева включил, Сайлент. Ну это плохо, это все очень плохо на самом деле в Империи сейчас. Очень многое отдают, прям провальный замес, и вот Солд эти отдачи тоже не очень. Сперва Есток отдаются, теперь Сайлент отдаются на Геракомстерах. Не знаю, может не выспались или что с ними, потому что вот именно микротупняков много. Обычно они такого раньше не делали. Но сейчас действительно, как будто просто не готовы к многим игровым ситуациям. Напали наконец-то на Мизери. Мизери на развороте, БКБ включает, а почему он не после Айгиса БКБ? Вот это интересно на самом деле. Мог все равно Айгис переждать, потом БКБ прожать, еще и навалять тем. А тут в итоге отдал просто так, все абсолютно. Оторвались, оторвались на Свене немного. Добавно выглядело. Так, а тут Амирал Бульдог, и против него все. И эти все врываются, и успевают он сделать бинк-аут. Пасало. Чейси пошел в атаку теперь. Чейси. И перехватывает Амирал Бульдог. Маг успел уехать на Форстафе. Хотя там еще и Шейкер был на подстраховке. Ну, блин, тут могут еще и встрять Амирал Бульдог и Чейси. Реально могут встрять и встреют. Найс. Ну и Маг сразу же БКБшечку убежать. Хотя это его не спасет. Второй ульт, посмотри, как Разор там изничтожает. Пайпэк Амирал Бульдог сделан. Сейчас будут перехватывать еще кого-то. Вот на флай уже летит. Нет, флай меняет ТП. И на мид заходит сразу. Вот так вот. Ну, две ульты у Разора включены, конечно. Тут грех не зайти на мид. Еще и Соло еще цепляет. Адмирал Бульдог начинает наваливать Соло с руки. Хотя сам сейчас проседает. Врыв идет дальше. На Резолюшина убили. И у него нет байбэка. Ай-яй-яй. И Сайлент еще без байбэка 5 секунд сидит в таверне. И Соло умирает. А сейчас Сайлент один возродится, а никого не будет из его тиммейта, потому что все в таверне сидят. Вот это вот просто великолепно. Да, да, да. Сайлент ничего не может сделать. Отдаваться сейчас нельзя вообще никак. Так не нужно подходить здесь Айрату, потому что если он сейчас погибнет, это будет, ну, Джуджейм. Джуджейм, действительно. Попахивает пока Джуджеймом, потому что уже на топ-линию перемещаются лайнс. Да, слишком большие таймеры на респаунах. Я не знаю, как еще 30 секунд будет Сайлент здесь терпеть, прежде чем пойдет крошить всем лица. Хотя, я думаю, лица ему крошить здесь просто никто уже не даст. Что там у нас? Мы на графике достаточно редко смотрели, а потому что не было смысла смотреть до последних вот этих стычек. До последнего момента разницы по деньгам не было. Она вообще ноль была. А потом отдачи начались, и все. Да, и сразу 12 кусков. По опыту из минус 7 тысяч до плюс 12 тысяч ребята сыграли. И Сайлента опять подловили. Да посмотри, снова БКБ не успел поражать. Иллидан, ты ли это? Вот под фейками сидят. Реально под фейками сидят сейчас Иллидан с компанией. Ну как-то безалаберно, на самом деле, игру отдали Empire. Я бы не сказал, что они прям жутко доминировали и могли тут спокойно игру эту выигрывать, но шансы у них были. А в итоге незаместные какие-то отдачи и... Ну и мега-крипы, это ГГ. Это ГГ, это уже да. Последний замес какой-то сейчас, типа, начнется там соло. Я смотрю, с краешку пытается отойти. Сейчас будет врываться даже, наверное. Да? Будешь ты врываться? Все далеко друг от друга, на самом деле, стоят. В соло дают стан, айспапно разворотят лоды. Там пытается догнать маг у нас, видим, адмирал Бульдога. И накрывает. Зарезал он его своим топором. Хорошо. Ребят, что с мега-крипами делать будете? Что с бараками, Empire? Что с бараками? Ой, база потерялась. ГГ. И ГГ, да. У меня сейчас интересно только одно. Какое золото в минуту покажет у нас лучшие игроки? Потому что я угадал время окончания матча. Так что, прям заезжай. Ты вообще какой-то задрот, слушай. Но ГПМ там был 620, у Фуриона был топовый. Так, я сейчас просто хочу посмотреть сразу, сколько я поставил. Я не помню. Я поставил лучший ГПМ. 561, 650. Ну вот ты тут тоже угадал. Да ладно. А убийств больше всех сколько кто сделал? Убийств 12. А у меня от 11 до 14. Да ладно! Да ты вообще почти все угадал. Задрот! Я не угадал только победителя. Это проблема. Просто задрот. Я тоже не угадал победителя. И мои рарки отправляются в фонд неудачников. Таких, как я. Ну что ж, друзья. Вот он закончился. У нас матч недели. Но на этом игровой день еще не заканчивается. У нас впереди еще один матч. И кажется, там тоже должны играть Эмпайр. Если мне память моя не изменяет. Alliance Tinker. А, Alliance, Alliance. Да, я помню, что кто-то из этих пацанов должен катать. Альянс против Team Tinker. Вот там тоже должна быть лютая заруба. И посмотрим, кто там одолеет кого. Отправится ли очередная пачка рарочек в никуда. В преисподнюю. Хорошо.